Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале вкусная еда с Хадиджей. Я очень хочу делиться с вами проверенными рецептами. И сегодня один из проверенных и очень вкусных рецептов это рецепт пирожков. Тесто просто идеальное! Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Вы будете в полном восторге! Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне! 300 миллилитров молока или 1 стакан молока теплого. Выливаем в глубокую миску. 1 столовую ложку добавляем сахара, 2 столовые ложки йогурта, кефира. Добавляем одно яйцо и все хорошо перемешиваем. Сюда же добавляю 8 грамм сухих дрожжей. Если у вас свежие прессованные, то 24-25 грамм. Если вы в своих дрожжах не уверены, обязательно их проверьте на активность. В отдельной емкости заливаете молоко теплым, немножко сахарку, накрываете крышечкой и даете 15 минут настояться. Если образуется шапочка, ваши дрожжи великолепны. Можете продолжать готовить тесто. Я в своих дрожжах уверена, поэтому я их не активирую. Сразу замешиваю тесто. Мука у меня пшеничная, высшего сорта. Я ее просеиваю сейчас. Насыщаю кислородом. Здесь у меня 3 стакана. 3 стакана – это 530 грамм муки. Всю муку сразу не добавляю, потому что не хочу забить тесто мукой. Все с осторожностью, с деликатностью. Сверху 1 чайную ложку соли. У меня морская. Также сверху добавляю где-то 2 столовые ложки растительного масла. У меня оливковое. У нас должно получиться хорошее мягкое тесто. Вот такое липкое тесто у нас получилось. И сейчас мы его будем вымешивать. На рабочую поверхность немного оливкового масла и выкладываем тесто. И теперь тесто вымешиваем хотя бы минут 5. Тесто уже посмотрите, какое красивое. Клейковина раскрывается. Я немножко смазала растительным маслом шпатель и вот так помогаю его собрать. И сейчас на руки немного. Тесто не забило мукой. Оно потрясающее просто. Сейчас я его подкатываю, чтобы мне удобно было собрать. Оно липнет еще все равно к рукам. Все готово. Вот такое тесто у вас должно получиться. Оно липнет к рукам. Немного плывет. Больше добавлять муки ни в коем случае не надо. Капельку в чистую миску масла. Лицевую часть обмакиваем и выкладываем. Накрываю плюночкой и на минут 40. Теплое место. Картофель измельчили. Пока он горячий, добавляем специи. Солим по вкусу. Перчим также по вкусу. Немножко красного перчика острого. И я добавляю зиру. Либо сушеный укроп. А также добавляю поджаренный лучок. Немного растительного масла. И со сливочным маслом. Жарю ту нежно-золотистого цвета. Лучок должен быть янтарным. Пол пучка укропа зеленого. И также петрушечки. Отрезаю пеньки. Жесткую часть. И нарезаем мелко. Готово. И все добавляем к начинке. Все хорошо смешиваем. Если не достает соль или перца, добавим. Готово. Посмотрите, какое у нас тесто. Обминаем его. Все в пузырях. Красота. Много масла ни в коем случае не нужно. Иначе потом лепить пирожки будет тяжело. Обмяли тесто. У меня осталось здесь еще оливковое масло. И сейчас делим на 15 кусочков. Я буду взвешивать. У меня получилось 15 кусочков по 78 грамм. Скатываем в шарики. И устанавливаем на блюдо. Для дальнейшей расстойки. Вот так. Чтобы ровненькое было. Должны получаться красивые шарики. Вот такие. И готовые шарики выкладываем на тарелочку. Очень важно, чтобы в комнате не было сквозняка. И тесто не заветривалось. Накрываем пленкой. И минут 10 дадим отдохнуть. И еще полотенцем. Шарики наши готовы. И сейчас начинаем разделывать пирожки. Я подготавливаю поверхность, куда буду выкладывать заготовки. Немного смазываю растительным маслом. Это может быть доска. Это может быть тарелка. У меня лопатка для пиццы. И немножко. Слишком много на стол. Там, где буду сейчас пирожки выкладывать. Маслом пирожки усердствовать нежелательно. И берем по одному шарику. Я сразу буду брать два. И будем формировать. Остальное накрываем, чтобы не заветривалось. Лицевой частью выкладываем на поверхность. И распределяем. Серединочка должна быть более толще, чем на периферии. Хорошо выкладываем начинку. Это 2 чайные ложечки. И защипываем края. Тесто такое приятное. Очень оно липкое. Поэтому защипы получаются идеальные. Концы немножко поджимаю. Пирожки будут хорошие, большие. И немножко распластываю. Вот так. Посмотрите, какая у нас тут красота. И выкладываем. И теперь сейчас у нас уже работа кипит. Будем лепить пирожки один за другим. И сейчас буквально минут 10 на расстойку. А пока мы будем разогревать масло. И уже будем жарить пирожки. Пирожки наши расстоялись. И идем жарить. Проверяем готовность масла. Вот если от деревянной шпажки идут пузырьки, значит готово. Пузырьки идут. Жарить буду в толстостенной посуде. Швом вниз выкладываем. Масла должно быть достаточно. Три пирожка, чтобы была возможность жариться. Я подготовила также половник. Очень горячо все. И сверху пирожочки поливаю. Очень люблю жарить именно в казане, потому что пирожки получаются золотистые. За счет того, что толстостенная посуда. И вот так поливаем. Очень нужно быть осторожными, потому что масла очень горячая. У нас средний огонь. Как только подзолотится тесто, сразу переворачиваем снизу. Желательно заранее подготовить какую-нибудь тарелку. И сверху выстелить бумажным полотенцем. Потому что мы будем выкладывать пирожки на такое блюдо, чтобы стекал излишний жир. Посмотрите, какие они золотистые. Красота. И уже с этой стороны поливать маслом не нужно. Посмотрите, какие красавцы. Выкладываем на тарелку. Итак, дорогие друзья, пирожки получились просто на славу. Хрустящая корочка и очень пышные и вкусные внутри. Но объедение, а не пирожки. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, дорогие друзья. Поддержите наш канал лайком. Делитесь моим видео со своими друзьями и близкими. И в соцсетях. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. И не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до свидания, до новых встреч, друзья, на канале Вкусная еда с Хадиджей. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok